Сергей Дорофеев вручил удостоверение и значки Мастер спорта России двум тяжелоатлетам Максиму Юскову и Михаилу Спиридонову. Награждение прошло в спортивном зале здания бывшего профессионально-технического училища, где тренируются спортсмены. Ребята занимаются под руководством талантливого тренера Владимира Горбачева. Не первый год побеждают в соревнованиях самого различного уровня, упорно идут к своей цели. Передонов Михаил, есть папа, есть кого, поэтому я надеюсь, что это не последнее достижение на одни спорта, поэтому что, только вперед, спорт это сила, держите. Конечно, тот знак, который тебе, как сказал Владимир, это очень долгий путь, но он пройденный, поэтому поздравляю тебя с этим почетным званием. Порай, пожалуйста, правильные задачи, правильные цели. Спортом надо заниматься, спортом это действительно великая сила, а тем более с таким, не побоюсь этого слова, выдающимся тренером, управляющим в среднем очереди всего множества. Так что удачи. Глава от всей души поздравил спортсменов и пожелал дальнейших побед и достижений. Конечно, каждый спортсмен ставит перед собой задачу достигнуть каких-либо результатов, но поверьте, это не главное. Главное, что вы в спорте, главное, что вы поддерживаете свое физическое состояние, а физическое состояние – это наше здоровье. Сейчас намного актуально и действительно востребовано. Поэтому я хочу пожелать вам удачи, тренеру вашему тоже терпения, но и вам, как видим, например, двух молодых людей, нет ничего невозможного, вам можно стать и мастером спорта и дальше уже продолжать развиваться физически и, скажем так, морально. Поэтому удачи, спасибо вам. Главное качество и характера – не сдаваться перед трудностями, ведь такие награды возможно заслужить только огромным трудом. Занимаюсь спортом 10 лет. Начинал еще лет, наверное, 8-9. Родители привели. Ну и понравилось, тянулся. Сначала были такие легкие физические упражнения, это как возраст. Баталия окрепли, мы пошли уже в веса, соревнования первые, первые грамоты, места. Ну и как азарт, спорт, втянулся, все. Для того, чтобы добиться таких результатов, нужно тренироваться, тренироваться, слушать тренера обязательно, то, что рекомендует, то, что говорит, все нужно выполнять. Ну и не лениться. Ну в тяжелой атлетике я с 2013 года, то есть с 10 лет своих, получается 8 лет. Вот сегодня мы видим, какие превосходные у тебя результаты, насколько трудно их добиться? На самом деле очень трудно. И, как сказать-то, то есть, ну, сам результат переходит как волнами. То есть, ну, поначалу там, когда начинал тренироваться, пошел результат, потом, оп, прекратился. И вот на конце как-то додавил, и получается, вырос у меня до таких результатов. Вот, по-твоему, какие самые главные качества должны быть у спортсмена, чтобы достигать? Выносливость, сила терпения, главное. Главное не сдаваться, не опускать руки. Кого бы хотели поблагодарить? Конечно, большой вклад в этот спорт внес мой тренер Горбачев Владимир Викторович. Очень ему благодарен. Очень. В минувшее воскресенье состоялся очередной тур чемпионата Орехова-Зуева по хоккею с шайбой среди любительских команд. Электрогорская молния, к сожалению, уступила лидеру чемпионата на данный момент баррикаде. Игроки на протяжении двух периодов не могли поразить ворота противника. Уступая после двух периодов 0-5, наши ребята выиграли третий период со счетом 4-1. Но этого оказалось недостаточно. Самое интересное еще впереди. Молния подойдет к решающим играм в плей-офф в отличной форме. Команда искренне благодарит болельщиков, которые приезжают поддержать, и надеется, что уже в следующем туре ей удастся набрать очки. Зимнее плавание официально признали видом спорта. Федерация зимнего плавания Москвы проводила соревнования в Переиславле-Залесском. Впервые в ходе соревнований были организованы шоу-заплывы, в которых принял участие женский клуб закаливания от мороженной Амазонки. С зажигательным номером выступили Марина Замалаева, Людмила Синицына, Татьяна Соловьева, Юлия Рыжова, Галина Деваева, Алла Задорожная, Татьяна Мигаль. Помимо шоу, девушки занимаются и плаванием, поэтому выступили со стафетой 4 по 25 метров. В составе команды были Марина Замалаева, Алла Задорожная, Татьяна Мигаль и Александр Деваев. На соревнованиях ребята познакомились с Ермиловой, Ниной Иосифовной. В свои 77 лет она 12-кратная чемпионка мира, переплывшая реки и озера многих стран и побывавшая на арктическом заплыве пролива Вега. Сейчас девушки готовятся к очередным соревнованиям в Москве, которые состоятся 5 и 6 февраля. 22 января дзюдоисты спортивной школы «Вымпел» представили Электрогорск на Кубке главы городского округа Матища в турнире среди мальчиков и девочек 2008-2011 годов рождения. В турнире приняли участие более 400 борцов из городов Московской области, Москвы, Рязани, Тулы, Владимира и других регионов России. Тимур Нарбутаев занял третье место среди 50 спортсменов в весовой категории до 34 килограмм. Поздравляем с очередной победой! Спортсмен Электрогорска спортивной школы «Вымпел» Тимофей Чучков достойно представил Московскую область на первенстве Центрального федерального округа по греко-римской борьбе до 18 лет в городе Рязани с 21 по 23 января. От всей души поздравляем!